Прикинь, закатанный, понял, полностью на Олуха, смотри. Илюха, перекуп понял, погоняло, новая, брат, видишь? Понятно, я её за полтинник взял. За полтинник 99-ю ты продзял? Как ты думаешь, можно на ней таксовать? Я думаю, да, недолго только. Жизнь перекупа. Вот так вы используете Яндекс.Тихи, да? Да я, в принципе, взял её для своих целей. Я не знаю, что он зашизил, он где-то захотел нищего Заху укусить. Ещё на обзоре все ребята с татуировками. Вы где-нибудь, может, отбывали все вместе? Для чего вы понабивали? Заведите ещё на автовыкзал. Ну, там же положено, правильно? Не вважаю. Не вважаю. Не вважаю. Ты толку, что ли? Ты ж жила, ты человек. А ты чего, кого я туда даже не смотрю? Друзья мои, я вас их приветствую. Меня зовут Денис, если кто впервые на канале. И сегодняшний видеоролик у нас будет разделён на две части. Вторая часть будет на тему вашу любимую про такси. В ней мы покажем, что можно машинку взять на автомате, задёшево. У меня как раз товарищ поехал в город Ростов-на-Дону заключать договор аренды. Вот, приедет, мы вам всё покажем, опишем, расскажем, как это возможно сделать. Я думаю, каждого таксиста интересует эта тематика, потому что работать на ручке не совсем удобно. А первую тему я решил выбрать про русский автопром. Почему именно русский автопром? Дело в том, что в последнее время в Яндекс.Такси, в агрегаторе, понизили планку пропускаемости автомобилей к работе. То есть можно работать на более старых автомобилях российского автопрома. И как раз у меня товарищ занимается ремонтом автомобилей. И ему сейчас попался такой вариантик. Поедем, посмотрим и вам всё покажем. А если тебя интересует автомобиль более дорогого сегмента, такой как Комфорт, Комфорт Плюс, Бизнес, какие-нибудь Бэйхи, Мерсе, и ты живёшь в Ростове-на-Дону, то это реклама для тебя. Друзья мои, если вы ищете автомобиль для аренды на выгодных условиях и не знаете, где взять, то рекомендую вам Парк Адреналин. Это крупнейший парк, в котором более 300 автомобилей в различных тарифах. Комфорт, Комфорт Плюс. Также есть автомобили бизнес-класс. Машинку можно взять там не только в аренду, также имеется зарплатный проект. Вы получаете заработную плату от 90 тысяч рублей. Также имеются подработки. Это самый лучший парк, номерочек будет в описании под этим видеороликом. Ребята, приходите, зарабатывайте вместе с нами. Ребята, я думаю, что по этому, да, в Холостове не ехать. Надо же, блин, этот. Да, походу, к таксопарку надо, да, подключиться или, блин. К таксопарку надо подключиться? Ну, наверное, но как работать? А, ты, то есть, не хочешь с Ростова ехать в Холостую, правильно я тебя понял? Конечно, конечно. Ну, брат, высылай документики. Мы тебя быстренько подключим и будем очень рады посотрудничать. Че, че, че надо-то? Да, и как раз, кстати, забыли про себя. Мы с моим братом-близнецом занимаемся подключением к Янзе к Закси. Все про парк в описании под этим видеороликом. Заходи, ознакомливайся. Будем очень рады посотрудничать. Все, помчали, он, Илюх уже приехал. Алло. Алло, здравствуйте. Еще раз. А где вы находитесь? Ну, пятерочка, где Клэп? А на какой машине вы? На акценте. А, в Вишневой, все, выхожу. Да, да, давайте. Сегодня будет ремонт коробки, ребята. Расскажи, брат. Мы занимаемся ремонтом, восстановлением коробок. То есть непосредственно у человека ломается коробочка, мы предоставляем ему другую ремонтированную, устанавливаем на автомобиль, и он уезжает. То есть иногда оказываем услуги на спортировке. Здравствуйте. Здравствуйте. Непосредственно человечек. Илюха. Да, я Илюха. Тоже перекуп, да? Да, да. Перекуп. Илюха, перекуп, пойдем. Погоняло, но мы обратно. Нет, перекуп. Ты тоже перекуп, что-то? А почему нет? А чем занимаешься, брат, что перепродаешь? Корчи. Это что? Вот девятки до пятнашек. Рентабельные авто лишнее время. Да, девятки до пятнашек. Короче, это, второй не было. Я ее гнал там с футера. Сегодня, блядь, если б я знал, блядь, там одним уебаном отдал коробку делать, блядь, на десятки. Вчера десятку взял. Тоже второй не ма, блядь. У них, сука, второй нет во всех, блядь, машин. Ну да, проблема распространенная. Короче, это второй, второй не было. Если бы я знал, блядь, я лучше бамбу проиграл, блядь. Там такие, блядь. Следующий раз нужно знать. Восемьдесят лет им, блядь, они, блядь, старческий маразм. Это откуда они? Да, откуда. Аккумулятору тоже пизда. Ну, понятно, я им за полтинник взял. За полтинник 99-ю ты брать дал? Брать, у меня там снимает блок, понял, по такси. Ну, сейчас просто снимает. Ну, я корчи продаю такие, да, двухсот тысяч. Ну, и, конечно, охуенит состояние, но у меня есть маляр. Ну, это понятно, у каждого она стройна под свое, свое ремесло под свое. Он не маляр, он, короче, блядь, ходовкой занимается, хуёвкой там. Ну, может, все, короче, да? Блядь, прикинь, загаданный и понял полностью на ухо. Что ты, братан, я думал на камеру хоть ты там дашь ему хоть питать, блядь, блядь. Братан, потом скажут, распонируйся на хуй где-то, да, да. Я бы спросил, можно мне уехать, а я лету уезжаю. Нормально, да, братан? Свои, что ли? Нормальные пацаны просто, да? Нет, нет, братан, не свои. Да он сам по городу катан и ездит, мы его видели. Ну, что, нормальная пятнашечка, да? Лишь бы ехала. Люди и не это, мурады, а? Люди и не это, мурады, лишь бы на маршрутках не кататься, похуй. Слышишь, что, давно я на русских поделал, я открывал, братан, это такой этот хлопок. Здесь, говорю, просто странные люди, вот они именно, вот, его я первый раз вижу этого человека, а вот его знакомые, которые работают с нами, уже обонял, в перепаду, вот уже 3 месяца, 4. Они вот странненькие, ебать, не снимай, там, я с... Бахмута, кому-то, блядь, нахуй нужен, там, таких людей в Бахмуте, на самом деле, ну, пиздец. Сейчас тебя ждут, пока-то там, бать, предков своих увидишь, или еще что-то понятно, там. Переживания есть, но уже за, блядь, заграниума разно. Так же и те, по ним, в гараже. На тревоге, на постоянной, да? На тревоге, да, у них какая-то тревога такая внутренняя. Им важно, там, какое-то мнение, понял, кто-то что-то сказал, им важно. А вот где мы просто пропустим эту всю, понял, шляпу, они там раз, ну, что-то углубляются в эту тему, где-то там пацанчик приехал, там, хохлушки на них, не ебать, все, там, понял, обиду, блядь. Да, это или какую-то, блядь, что-то оно не так, не нравится. Ну, так, в целом, ну, по-моему, вообще, кто-то там сказал, где кто, блядь. Слушай, братец, ты летишь, короче, 80 километров, это нормально, что мы так тянем на привязь эту машинку, а? Братан, да это, блядь, ты мне просто напомнил, что мы 80, едем, сейчас бы чуть-чуть побыстрее помчали. Слышишь, что, ну, мне, блядь, скажут, лям, вах-вах, братан. Все, братан, надеюсь, он притормаживает. Там, скорее всего, ни тормозов ни хуя нету, понял? Ты чего, ебать, сколько ты ее оценишь, братан, сколько ты ей дашь? Блядь, нам такие машины, на самом деле, неинтересны, можно было тысяч 30-40, наверное, дать, потому что, ну, сейчас, на самом деле, такой рынок, братан, где... Сколько она на рынке сейчас такая? Это 120-150, наверное, стоит, реально. А он ее взял за полтинник, сейчас въебется, получается, на коробку. Ну, он понимает, что он дальше ничего не будет. Он нам рассказывает каких-то маляров, но я думаю, что их нет. Это он оттормаживается, он вах-вах, там, братан. Блядь, сейчас оторвет на пол, жопа. На тросу, знаешь, как пролезть? Нет, говорить. Ну, вот, короче, когда ты машину тянешь, понял? Ох, ебать ты. Видишь, он нас дергает, ну, это, блядь, то есть, нехорошо. Непосредственно, я когда еду в натяжку, да, 60 км в час, то есть, там, контролирует трос, нужно, он там, в состоянии. И, дабы, там, когда надо притормозить, я подаю сигнал педалью тормоза световой, то есть, маячок, понял ему, что я торможу, но я не торможу. И он должен, то есть, придавать усилия тормоза такие, чтобы, то есть, две машины тормозил, понял? То есть, я не торможу, для этого ему подал просто сигнал тормоза, он притормозил и натянул трос. А, я понял, то есть... Если я буду тормозить, он не будет за мной успевать, потому что машина разная... То есть, ты просто нажимаешь, чтобы сработала лягушка, или как ее называют, фонари вот эти, фонари, он увидел, он должен тормозить, он, две машины, когда нужно, поэтому происходят такие рывки, как-то. Слушай, на пенадуре ты летишь 80 км в час. Ну, да. Был бы кто-то знакомый, бран, побыстрее бы ехали. Ну, если честно, мне кажется, если бы я сидел там сзади, я бы тебя, наверное, одюхался, потому что я боюсь, короче, ездить, ну, прикинь, с такими скоростями, тут летишь, непонятно, что на дороге, там колеса отваливаются, скорее всего, у этой тачки, потому что она немножко гниловато. Да, он еще и по рулю, по телефону разговаривает, да? По телефону? Вообще не переживает, пацан, видимо, многое в жизни видел. Слушай, приедем, обзорчик сделаем, да, на нее, посмотрим, сколько, ну, просто вам говорит, что за 50 тысяч взял. Как раз, видишь, ему видео неинтересно, у него будет возможность все бежать, куда-то. Как ты думаешь, можно на ней таксовать? Да, думаю, да, недолго только. Вооруженных заказов сто пудов можно запаснуть. Блядь, ты шаг. Ох, еба, ни хуя себе ты дернул, братан, у нее морда, братан. Да не я, это он там накручивает руля, я бы не так. Ебать. Я же ни за что не отвечаю, еду, просто еду, братан. Он должен контролировать весь процесс. Я понял, ну что-то страшновато, понял? За пятихатку, блядь, вот так можно натворить дел, да? Ну да, почему за пятихатку? Ну, 500 рублей мой тянем оттуда. Сколько там надо будет, 500 рублей, да, пойдет? 500 рублей, вот этот километраж тянешь? Ты это полторашка, брат, стоит? Ну, базара нет, но у меня в другом же интерес, понял? Ну да, ты пропал. Подкупный моментик такой. За копейки, короче, ты его тянешь, да? Тянем за копейки. Сейчас, не за копейки починим коровку. К тому же, человек сегодня с работы, первый день пришел, то есть я ему должен дать какой-то фронт работы, а ее не было, понял? То есть мне надо где-то уйти чуть-чуть в минус, допустим, перетянуть за дешево, да, чтобы предоставить человеку какую-то минимум работу, вот будет. Понятно, что-то есть, он там лазит, но мне бы приятнее было, чтобы не я ему просто вечером капусту отдал, понял? А он отдал капусту, которую заработал мне, так же лучше в любом случае. Ну да, чем он будет просто сидеть без дела. Это, получается, ваша база, да? Ну, да, логово. Логово, вашего. Волчина, логово. Тут у тебя все в татуировках, братан, не? Не-не-не. Я буду по телефону всю дорогу. Есть машины, смотрим, что тут работает вообще? Яндекс.Такси, как вы думаете? Да работает, работает. Везде работает. Все работает. Ну, я, кстати, часто пользовался. Я, как начал машины готовить, понял, и вот все, этап прошел, подготовка, у меня своей личной машины не было никогда. То есть, этап подготовки прошел, я машину поставил, она стоит, я на ней ездил. Часно, то есть, в метражке, ездил сюда. Ну, в принципе, не понимаю иногда ценовой политики. Иногда она очень дорогая, иногда, то есть, достаточно нормальная. Ну, при этом приходится пользоваться, все хотят проработать. Еще другую машину. Не сможет приехать, и все отказываются, понял? Не хотят за сотку ехать. Да, не думают наркомана везти, это же локация, братан, посмотри, сюда, в дроме наркоманов никто не ездит. А что, тут закладки делают, да? Да. Закладки делают? Ну, хуй, не знаю, да. Ну, участок наездит наркомана. А, поднимаю, да? Да, ходит, ну, поднимаю, там, пускаю. Хоть поймешь, да, да. Видно, что люди не к себе. Что они там делают, не знаю, может, луются, блядь. Ну, не прихватывал, не заставлял тут убирать кого-то? Нет, нет. У нас тут такой есть, для таких целей. У нас есть брат наш, Егор. Он наводит порядки у нас на ура. О, ждем, его, Виталий понял. 4,92, но у него хорошая оценка. О, через 9 минут приедет белый Лада Веста, понял. И, брат, простоя жизнь перекупа. Слушай, это вот она, посмотри. Это серый с Ладом, братан. Брат, с Серегой. Вот так используем я, шумы. Вот так вы используете Яндекс.Такси, да? Братан, что ты делаешь, а? В смысле ты как это, брат? Хорошо заплатили, хорошо поехали. Как тебе работа в Яндекс.Такси? На короткий вопрос. Да я, в принципе, взял ее для своих целей. В плане того, что вот мы занимаемся с ребятами. Поехали, купили там запчасти, не запчасти. Вышел вечером, аренду отбил. И мобильность своей машины пока что нет. Ну, работа, в принципе, вечером можно отбивать аренду. Да, конечно, можно в шахтах и в новоочеке покататься. В плане того, что ну, в новоше не очень, если честно. Трудновато, да, получается, отбивается? Да, в новоше, да, трудновато. Я понял, брат, ну все, так на короткий, если честно. Он стесняется, не хочет, говорит, я ебал, я не таксист. Да, да. Короче, а мы, походу, машину дальше походим, вот это понял, пятнашку. Здорово, братан, что-то готовишься, да? Будет новое. Мой, бать. Все нормально, музыка играет, да? Все хорошо. Ну, это, по-моему, он моет так машину каждый день. Ты, короче, дырки протер, да, брат? С резачком. Отлично. Ты девятина, брат, да? Четырка. Слышь, что, когда домой, понял, вставишь как раз видео, как он домыл машину. Я больше, больше. Хлоп, она как бампера у тебя, брат. Потом после надо будет. Да, да. Совсем друг отачка будет. На подкрас, да? Полный окрас. Полный окрас? Ага. Крыла? Всей машины. А, всей машины, получается? Мампера вон, пластмасски все покрашены. Может по кругу пойти. Бывает, видишь, и таксисты туда приезжают. Вот такие вот испуганные люди, которые не понимают, понял, куда их везут, зачем. Хотя они нам позвонили сами, прикинь. Он позвонил, говорит, слышим, давай коробку починим. Ага. На визит до города. А зачем? На трассу за 500 рублей, да? В Яшке, ты говоришь, как бы получилось пару тысяч бы, наверное, ему сюда доехать на трассу. Однозначно. Ну, то есть, его бы просто за 500 рублей никто не тянул ему. Однозначно, однозначно. Он доехал, понял, уже начинает что-то выдумывать. То есть, может, он хотел подешевле доехать. Да он уже за 2000 едет на трассу, братан. Тут уже за 2000 едет, да? Да, уже за 2000 едет. А, ты ему объяснил, да? Да, то есть, видишь, как бы энергия и энергетика, братан, камеры и такси. Понял? Вот от тебя энергетика такси исходит. И мы уже платно возим людей на трассу. Хотя только что хотели просто отремонтировать коробку. Ну, нормально, за пару рублей что бы хотели. Ну, за пару рублей почему и нет. Я смотрю, ты просто довольный, понял? Ты там не злишься, я смотрю, отказ пошел. Нет, братец, какой ты что? Мне вообще по барабану. Просто я вот таких людей много, циркачей всяких, видел, понял. Но они неопределенные. Стоит и не поймет, что происходит. А вы мне ее сначала заведете. Так мы, первоначальная задача у нас отремонтировать коробку. Почему мы должны ее завести? Не, мне надо сейчас завести, а потом коробку. Да нет, друг, давай-ка ты. Может, она у нее вообще не сломалась? Может, он думает, что у него коробка сломалась, а сломалась совсем не коробка? Хер узнает, понял? Что-то пытается наковырять, да, как говорится, но к сожалению, попало не по тому адресу чуть-чуть. Я смотрю, он какой-то перепуганный, понял? Да, да, перепуганный. Не снимаете камеры, не снимаете камеру, выключите. Ну, ты думаешь, что здесь такого, блядь? Ты едешь по городу, здесь, мне кажется, если посмотреть, то камеры этих, брат, он на школе, блядь, наверное, их 4. На каждом магните, на каждом магазине просто. Нет, ты слышишь, что он еще говорит? Чтобы мою машину потом где-то не увидели, что она же будет совсем другая. Блин, есть люди, к сожалению, которые не видят реального потенциала своего автомобиля. То есть, другое она у него никогда не будет, что бы ты с ней ни сделал. Блядь, да она с ней лает, смысл? Ты на нее просто смотришь и понимаешь, что другого не будет. То есть, это последний путь. Есть люди, которые готовят машины продажи в последний путь. И, к сожалению, это вот так и есть. После них уже ничто не сделали. Я не скажу, что перегубы хорошие или плохие, все готовят по-разному. У разных людей разный сегмент автомобилей, то есть, и политики по подготовке автомобиля. То есть, мы даже, если возьмем там какой-то битый автомобиль, мы его доведем до такого состояния, что там из ямы люди, когда делают сход-развал, потом не поймут, почему мы приехали на сход-развал. Честно, это там не реклама какая-то, да, это просто так было один раз. Мы сделали гранту после сильного ДТП, человек загнал, брат мой поехал на СТО, делает сход-развал. Загнали на сход-развал, люди говорят, а что вы делали, вы что-то меняли здесь, понял? Поцелка, типа целка, все четко. Он говорит, тут лонжерона со стаканом не было. Туда говорят, да ладно, с ямы человек не обнаружил. То есть, человек, который занимается автомобилями каждый день с ямы, он знает, как это гранта, в каждом углу выглядит, понял? И он не понял, что за причина. Сход-развала. И вот такие автомобили, то есть, это последний путь, это последний причал. Обманом сейчас что-то там зашпаклюют, заахируют, продадут. Люди, скорее всего, недолго прокатаются, где-нибудь металлы издадут. Вот так. Работают все по-разному. Вот в этих случаях, в таких машинах считаю, что это реально, это просто... А люди переживают, что ее где-то... Недобросовестность, понял, короче. Если он, видишь, если он испугался камеру, то есть он недобросовестно относится к своей работе. Однозначно, однозначно. Потому что если, ребята, ну вот вы сами по себе, допустим, некоторые просят приехать, допустим, снять рекламу там своей работы, чтобы люди посмотрели, как происходит это, как они относятся к этому, что они делают для этого. Ну, то есть, это люди, которые знают за собой, что работа ихняя выполнена будет качеством. Вот, допустим, мы с братом занимаемся подключением к Яндекс.Такси, то есть, и работу мы свою снимаем всю на видео. Всю работу, внутреннюю работу, внешнюю работу. Бывают изменения какие-то в парке снимаем. Поэтому нам скрывать нечего. А машины, допустим, вот такого сегмента я рекомендую не покупать. И вот таких недобросовестных перекупов, которые пытается обмануть народ, я считаю, что приобретать машины не стоит. По моему номеру телефона, банк Тинькофф, 2 рубля. Вот смотри, суть твоей экономии. Сейчас подытожу, просто я чуть раньше, чем ты подсчитал, понял. Ты экономишь на переустановке, да? Я у тебя 100% заберу. Вот смотри, я у тебя заберу хоть час. И смотри, в чем твоя экономия. У тебя есть мастер, который тебе сделает дешевле, а? Понял. Что сделать, перекинешь? Да, а я тебе искал 500 рублей изначально дотянуть на тросу до моего гаража. А сейчас тебе это обошлось за две. Да ебалося на в рот, брат. За 1500 рублей. А в чем суть тогда? Ну, надо, бляйте, лучше пусть так будет. Все, давай, на связь, да. Давай. Давай, дач. Давай, что, брат? Братан, вы понял, что зашизил, наверное, да? Я не знаю, что он зашизил. Он где-то захотел нищего заху укусить, как говорят у нас на Руси. Но суть его выгоды. Вот вдумайся, насколько люди, то есть долго думают, понял. Я уже давно все почитал, а он до сих пор думает, как наебать судьбу. То есть он приехал до меня, до меня сделать коробку за 12 тысяч рублей. 500 рублей, я его забираю с трассы, тяну до гаража. Просто чисто символически, чтобы не ехать бесплатно, не ощущать, знаешь, например, кому-то что-то вам сделать. Ну, вообще просто не знаю, мне не кайф помогать в чем-то. Ну, и суть до дела, ремонт был бы ему 12500. Что он говорит возле гаража? Типа, давай я коробку заберу за 8, мне ее за 2000 сделает кто-то, снимет, поставит, понял. За 2-3 тысячи сделает кто-то в другом гараже. При этом я ему говорю, что если ты у меня не делаешь машину, то доехать до конечной точки тебе обойдется в 2000. Итого. Ты понял, в чем суть? Он, блядь, заплатит по итогу те же самые деньги. Те же 2000 рублей. Потому что, ну да, что он захотел сэкономить, он сейчас мне их отдал за перегонку, я же ему цену другую, соответственно, сказал, переехать с места на место, потому что я же ему явно ничем не обязан. Вот тебе и прикол. Вот такие вот люди. Сейчас на конкуляторе нас он посчитает, понял, в голове хуеет. Скажешь, нихуя себе въебался уже. Жир в ногахе, блядь, все это он сам. Блядь, пиздец. Вот так вот и бывает. А вот он и Олег, а вот он и Олег. Так, ну что, рассказывай. Да что, аппарат. Аппарат, да? Бомба, да. А какого года он? Кстати, прикинь, даже не знаю, надо посмотреть. Ну хотя бы примерно так, сильно устал. Кстати, 2002, наверное. 2002? Сейчас глянем. А, 2018 год выпуска, 2018. 2018 год выпуска. Да. Ну чуть ли после Гранты первые впечатления. Да нет, кайф вообще. В чем кайф? В автомате. Давай, по-быстрому. Где ты его взял? В Ростов ездил, правильно за ним? В Ростов, да, до частника. Товарища моего дядька. То есть знакомые, правильно? Сколько денег? 1700 сутки. 1700 сутки. Метан, да. Метан. Выходных сколько? Один. 61. 61 график. Да. Все, ну а что, в принципе, да поехали, чуть прокатимся. Что вам? Прокатишь? Я ни разу в них не сидел. Ну по расходу сильно думаешь, будет разница? Говорит, баллона хватает где-то на 180-170 километров по городу. На Гранте вроде бы как на 200-220. На 220-220 немножко подороже, да, получается? Да, дороже. Да пофигу, блин, за этот комфорт переплатить там 100 рублей. 100 рублей в день, да? Ну примерно, да. Ну сколько бензина, сколько стоит газ? Ничего страшного, что включу такой газ? Да нет, нормально, нормально. Нормально. Смотри, ну он такой прикольный, да, 4-ступенчатый получается? Да, да, автомат вроде как надежный, поговаривают. Ну тебе какая разница, ты работаешь на Риде? Вообще пухля, ну да. Ну а так, по ездовым качествам, в отличие от Гранты, я имею в виду, машинка. Да, кажется, что даже мощнее. Ну хотя вряд ли, ну 8-клапан на двигателе с Гранты стоит. Хреново. Я имею в виду, по ходовым качествам она, ну... Прямо, как по мне, мне кажется, шумнее она, но это может в силу того, что она уже постарее будет. А шумнее, понял. А по ходовке? По ходовке ровно, но балансировку сделаю, ну опять-таки, это за его счет. Видишь, а здесь у меня ушатка была, ну почему-то никто не делал балансировку тут. Сколько пробега, брата? 211 тысяч. 211 тысяч километров на этой машинке? Это что, не страшно тебе на ней ездить? Олег у нас стремается в камеру, не обращайте внимания, человек просто, ну, не любитель съемок. Это я всех достаю здесь в городе. Поехали, поехали. Ну а почему? Ну хоть посмотреть. И понимаешь, у меня просто... Почему я решил это снять? Потому что я противник вообще ручки, понял? То есть на ручке я работал один раз в жизни на Дастере и спалил сцепление через месяц в Сочи. Поэтому то, что ты взял на автомате, это огромный плюс. И я думаю, на нем просто намного легче будет работать. Не, в разы, в разы. Я думаю, в дальнейшем уже что-нибудь посвежее можно будет взять. Просто пройди этот опыт. Ну, разворачивайся, наверное, там, я думаю, достаточно. Ну что, нормально, что? Совсем по-другому теперь будет выглядеть работа. Сколько ты накатывал на Гранте? В день? Да. По километражу или по финансам? Ну, по финансам. По финансам. Ну, вчера 6 рублей накатал. Это, наверное, первые твои такие, да? Ну, первые, да. До этого столько не было. Но я в натуре прям повтухал. Часов, наверное, 12, наверное, я поездил. Как твои первые впечатления вообще от Яши? Ну, вот так вот просто, скажешь ты. Ты первый раз сел, охуел, честно, или там понравилось работать? Да, не, наверное, больше охренел, чем понравилось мне. Просто ожидал, наверное, откинуть его другой работы, что будет совсем по-другому. Да, не, я охренел, когда комиссию глянул, сколько снимают. Там, сям, везде. По итогу. Не, ну, ты работал в другом, правильно, парке? До этого. Это комиссия, или что тебя пугает? Ростовская комиссия 20%? Да вообще вся, вся до кучи комиссия. А в Ростове 20%? 17% в Ростове снимают комиссию. Здесь снимают комиссию 10%. А-а-а. Плюс остальные комиссии. Комиссия парка, комиссия банка за быстрое снять, я понял? А, короче, по итогу. То есть это, ну, как бы... Набегает половину, отдаешь, блин. Нет, почему половину? 20% отдаешь где-то. Если в Ростове работаешь вместе с комиссией парка. А, что? Если здесь работаешь, то выходит процентов 10, и сколько там, ну, к какому парку ты подключен, понял? То есть я эту хуйню не буду выкладывать в этажей. А-а-а-а. Я шучу, я выложу все, похуй вообще, блин. Валю. Амиссия. Ну, он не думаешь, потом расти, допустим, что-нибудь K+, как ты считаешь? В общем, расти, я в Лизинг возьму парочку K+. Думаешь, K+. Брать в Лизинг? Ну, наверное, что-то такое. Ну, китайцев этих взять надо. Либо одного китайца и... Ну, у тебя есть на примете примерно хоть какие-то? Или ты и так просто попланируешь просто? Блин, я, ну, товарищ, который взял в лизинге, я не знаю, Хавэй или что, он там взял за 2 миллиона, вот, как плюс, это по Москве. Ну, здесь, наверное, она в бизнес будет. В Ростове в бизнес, здесь нету тарифов, в городе Новошахтинске здесь есть только эконом и комфорт, понимаешь? Поэтому, слушай, а что-то у меня сегодня, короче, на обзоре все ребята с татуировками. Вы где-нибудь, может, отбывали все вместе, или для чего вы понабивали вы? Да, я не знаю. На тюремщиков, ребята, похоже, не на водителей, не на это, а на каких-то тюремщиков, понял? Не знаю, в таких местах не бывали. Да, правильно, наверное. Блин, ну, я не бодро, скажу. Да, я тебе скажу, я сам сейчас еду и думаю, ты, ну, в принципе, ничем не отличается, там, допустим, от какой-то нормальной иномарки, правильно? Да, ну, чуть-чуть шумновато, конечно. Да, чуть-чуть шумновато, ну, что ты хочешь, до 1700, что ты где-то найдешь? Да, кондер, кстати, есть еще. А, кондиционер работает, да, а там в Гратах не было, что ли? Ну, не работал, я его пробовал включить, на той Гранте не заработал, на которой был я. Не, он может быть там и предусмотрен, по идее, на Гранте. Ну, там кнопочка хотя бы есть? Кнопочка есть, я ее нажимал, там реакции никакой не было, бля, он же не заправленный. Видно меня будет. Попрошу написать в комментариях вообще, как ваши впечатления, как вы считаете, стоит ли брать, менять Гранту на вот такой автомобиль, ну, лишь бы был на нем автомат, либо оставаться на Грантах. Ну, по мне вообще, если честно, без разницы, какая машина, лишь бы она была на автомате. Ну, как, не то, что там без разницы, хотелось бы, чем выше, тем комфортней. Катались мы в последнее время на бизнесе в городе Ростове-на-Дону. Ну, вот такой автомобильчик именно для города Новошахтинска, такого небольшого, в принципе, больше, чем достаточно. Правильно я говорю? Да, 100%. Да меня вот здесь сбоку высадить, если ты спешишь, и я побежал, бля, хорошо? Да я завезу, че, у меня на себе, что ли, тащители, там, на 30 секунд дольше, бля. Не, ну, кстати, недавно на человека просто завозил куда-то, на автовокзал, и хуй сосила, вот, водил, говоришь, Гандон. За тысячу триста, бля, в Ростов, бля, на туре охреневшие рожи, бля. За тысячу триста, я говорю, заведите еще на автовокзал, ну, там же положено, правильно? Че, толки, что ли? Ты ж жилатый человек. А ты че, кого я туда даже не смотрел? Ну да, я видел, братан. Все, давай, удачи тебе. Давай, че, Натан. Спасибо за обзор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!